Всем привет, мои хорошие! Сегодня с вами говорим про женское гормональное здоровье после 40 лет. Хочется с вами поговорить, потому что очень многие не знают о самых простых вещах. У меня много опыта в этом, потому что бабушка умерла в 92, мама... В общем, после 40 лет так получилось, что я работаю с женщинами 30+. И гормональный сбой у женщины это достаточно серьезная вещь. И причины совершенно разные. Гипоталамус, гипофиз. И симптомы достаточно серьезные. Бесплодие, выкидыши, акне, нарушение стула, дисплазии, боли при половом акте. То есть гормональные сбои, они конвертируются щитовидкой, конвертируются гипофизом. И также бывают моменты заболевания репродуктивной системы. То есть если мы с вами говорим проверять женские гормоны, их можно бесконечно проверять. Мы с вами говорим про лечение. И источники лечения, они совершенно разные, зависят от того, что у вас там происходит. Давайте общее. Что я рекомендую, если у вас случился гормональный сбой после 40 лет. За уровнем гормонов постоянно следит гипоталамус. И о своих решениях гипоталамус сообщает другой части мозга гипофизу. Соответственно у женщины, если нет менструации, если идет менопауза, все это сильно-сильно влияет на депрессию, тревожность. И такие моменты поддержания веса, температуры тела, стимуляции сердечных сокращений. В общем все это зависит от гормонального здоровья. Что я рекомендую, помимо питания, помимо постоянной заботы о себе, я рекомендую комплексы фитопрепаратов, фитотерапию репродуктивного здоровья. То есть если есть уже проблема с женским здоровьем, то здесь мы берем с вами амешку, здесь мы берем с вами коэнзим, здесь мы берем с вами магний, здесь мы берем с вами смотрим, что там с кальцием, здесь мы смотрим, что с самим состоянием. И соответственно работаем со всем вместе. Еще хочется сказать, что еда это супер важно и нельзя сидеть здесь на каких-то супер ограничивающих диетах, потому что они приводят организм к истощению. Если мы с вами говорим про, что я рекомендую, я рекомендую дикий ямс, какой-либо, ну я использую сама супер комплекс, да, кто-то использует другой поливитаминный комплекс. Я рекомендую пешие прогулки, пробежки, то, что двигается, то, что поддерживает ваше движение, то есть движение важно. И я рекомендую обязательно поддержку микрофлоры. Вот у меня самой лично, когда сбивается микрофлора кишечника, это сразу напрямую связано с женскими моментами нижнего отдела. Соответственно, все это важно и репродуктивное здоровье женщины влияет на сердечную, сосудистую систему, на эндокринную. В общем, там все связано. Минимально обязательно иметь достаточное количество белка, витаминов, минералов, антиоксидантов. И если чего-то не хватает, система будет говорить о сбое. Если есть нервное истощение, то я девочкам даю восьмерку расслабляющую. Я даю поддерживающие комплексы от остеопороза, потому что это тоже важно. Я ведь знаю все эти проблемы. Остеопороз, артроз, сосуды, суставы, менопаузу. Вот это все слетает. И вот что хочется сказать, что вы сможете и у вас получится. Потому что смогли много моих клиентов, и вы тоже сможете. Дефицит гормонов. Можно, конечно, как говорится, гормоны себе уколоть. Но я рекомендую, чтобы вы помимо питания использовали саплименты. И это супер важно, потому что если нет поддержки, ни омешки, ни витамина D, ни магния, ни достаточного кальция, это приводит к серьезным-серьезным рискам. Поэтому, пожалуйста, пишите. Я ведь с радостью вам отвечаю, даю обратную связь.